Актерская игра у задержанных на высшем уровне. Орут, дрыгают ногами. На крики сбежались прохожие. Полицейские быстро объяснили, что эти трое далеко не безвинные овечки. Когда их задерживали, один из них с ножом напал на постового, а другой достал перцовый баллончик. И таким образом они заработали себе еще на одну статью. Применение насилия в отношении представителя власти. Эту троицу задержали буквально через 10 минут после их нападения на пассажиров метро. Все произошло на Арбатско-Покровской линии. Приезжие из Дагестана, вызывающие себя вели в вагоне, орали и матерились, начали оскорблять женщин. Один из пассажиров, Роман Ковалев, попросил их прекратить, но тут же получил в ответ кулаком. Они втроем били по лицу, а затем еще добивали ногами. На станции Первомайская нападавшие выбежали из вагона, но очевидцы обратились к постовым в вестибюле, и хулиганов отследили по камерам и быстро задержали. Нападавшими оказались трое приезжих из Дагестана. Выяснилось, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности, а в момент нападения они были пьяны. Черемушкинский суд уже отправил их под арест до 5 декабря. Сначала на них завели дело по статье хулиганства, но позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в территориальное подразделение СК, а дело переквалифицировать по более тяжкой статье – покушение на убийство. По ней задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Пострадавший сейчас находится в больнице, у него сломан нос и кости лица. Неравнодушные уже начали собирать ему деньги. Также поступили и его коллеги. Роман работает барменом в сети рестобаров. В больнице он пробудет минимум 7-10 дней. Роман также отметил, что когда его избивали, в вагоне никто из мужчин не бросился его защищать. Пострадавший сказал, что никаких извинений от обидчиков не примет и считает, что они должны понести наказание. Тем временем самого Ковалева представят к награде. Такое решение принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Романа Ковалева отметит ведомственной медалью доблести и отвага за неравнодушие и храбрость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова